Всем доброго дня и хорошего настроения! В этом видео я вам расскажу, что же случилось у нас с домом. История, конечно, неприятная для нас, для жильцов, конечно, неприятная, вам-то, в общем-то, всё равно. Но я долго как бы намекала, намекала, намекала вам. Но я намекала для того, чтобы вас не пугать, потому что мы выходим из квартиры, да, и, может быть, кто-то с зорким глазом заметил, что у нас заложены двери кирпичами или просто какая-то кладка кирпичей. Почему это? Ну, это не декор квартиры дома, чтобы это было, выглядело красиво. Нет, это заложены квартиры, это квартиры пустые, в которых нет жильцов, их заложили кирпичом. Для чего это было сделано? Я вам сейчас расскажу. Расскажу с самого начала, как и что мы сами, во-первых, ничего толком не знали, и как мы узнали, чтобы запутала вас окончательно. В один прекрасный вечер, уже темненько было, это было летом. В прошлом летом буквально практически год назад, вот год мы живём, вот как на пороховой бочке. Где-то вечером уже темно, по-моему, было, темно у нас, это где-то после 10 часов, звонок с домофон, откройте, полиция, мы не поняли, открыли. Они что-то так долго не шли, мы вообще сперва подумали, что к нам, может быть, что-то там, не знаю, что-то там нужно, не знаю, что им нужно, но думали к нам, раз к нам домофон позвонили. Мы ждали, 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 в общем, так не дожди, ну, ждали очень долго, дождались. Они зашли, спросили, что у вас вообще как, всё в порядке, ну, вас никто не беспокоит, нет ли шума, какие-то скандалов или ещё что-то, потасовок, мы такой удивлённо сказали. В общем, мы сказали, что нет, у нас всё тихо и спокойно, и никаких акцессов мы не слышали, не видели. В принципе, они спрашивали не у нас именно в квартире, а в доме. Мы такие, нет, вроде всё тихо, всё спокойно. Мы такие, а в чём дело, Таня? Да нет, ничего, и всё, и ушли. В общем, нам ничего не объяснили, мы посмотрели с балкона, смотрим, две машины полиции стояло. В общем, мы так и не разобрались, что к чему и в чём причина. Она здесь живёт, раз, два и обчёлся. Ну, в общем, мы как бы, ну, и всё, и уехали, уехали, мало ли что там случилось. И на следующий день в гараже поехали куда-то по делам, встретили соседа над нами, который живёт, парень молодой. И мы спросили, слушай, думаю, может быть, у него там, он парень молодой, холостой был. Думали, ну, парень молодой, холостой, может быть, что-то там у него какие-то там эксцессы там были. И мы спрашиваем, слушай, полиция вчера не к тебе вообще приезжала, что случилось-то? Он такой, говорит, а вы что не знаете? Говорит, наш дом захватили. Захватили бомжи, беженцы, я не знаю, как их назвать. Потому что нам толком никто не говорит, кто они. Или они нелегалы. Ну, нелегалы беженцы тоже могут быть. Но беженцы, если они сюда прибежали, им всё равно какой-то статус даётся. А мы, в общем, толком никак разобраться не можем. Никто не знает. Мы полиции спрашиваем, они как-то там дэ-дэ-дэ-дэ. Дом управления там тоже от нас как-то типа, что мы вообще не в курсах, чего и что, и кто такие. И вообще, видите, они не имеют права даже зайти в квартиру. Мы такие, как нас захватили? Вообще нет. А мы выходили из дома и видели, что у нас сломан замок. Вот общий, на общих дверях, на стеклянных. Не работает замок, что он как выбит. Мы такие, не поняли. Ну, думаю, может быть, из-за этого и полиция приезжала. Вообще не поняли. Уже несколько дней он был выбит, этот замок, и дверь как бы не открывалась ключом. И мы такие, что такое? Ну, всяких, знаете, придурков хватает. Но что странно для меня, у нас под окнами начинают люди говорить утром, вечером. Летом же спим с открытыми окнами, и у нас входная дверь чуть-чуть в стороне, чем спальня. Ну, слышимость такая, что, говорю, люди, если встанут, разговаривают, начинают под окнами, все слышно. И мы, ну, мы, я даже свою как бы семью имею в виду, там, ладно, те живут на другой стороне, но соседи вот, которые тоже, тоже, в принципе, у них балкон находится, зал, может, спальня на другой стороне, у дверей под общими, под выходными. И никто не слышал, никто, мы никто не слышал, как выбивали, как ломали дверь у нас. И, в общем, так получается, что у нас сейчас уже даже, я знаю точно, что на нулевом две квартиры занято. И когда нам сказали, в общем, об этом, я была вообще в шоке, потому что у нас они захватывали пустые квартиры, те, которые дом новый, дом построили перед тем, как страна вошла в кризис. И квартиры не все были проданы. И так компания, которая строила, она обанкротилась, и банку деньги не вернула, банк теперь с ней судится. И вот пока идут все судебные разбирательства, этот дом не принадлежит никому. Нет управляющей компании, не компании, а хозяина этого дома. Кто, кому он теперь принадлежит, как бы, ну, не считая нас, да, жильцов, как бы, хозяинами. И осталось, дом не продается, потому что был кризис, квартиры в цене очень сильно упали. Никто, по той цене, по которой они продавались, конечно, их никто покупать не будет. Хозяина нет, чтобы скинуть цены на квартиру на пустые. И у нас дом больше, чем наполовину, наверное, стоит пустой. И, в общем, стали вот эти пустые квартиры вселяться, вот, в общем-то, бомжи. Там нет света, там нет канализации, там нет воды, что там еще нет. Ну, в общем, квартира просто пустая, ничего к ней не подключено. Но, тем не менее, не на улице жить. Они взламывали замки и заходили в эти квартиры. Вставляли свои ключи, чтобы к ним там все не уходили, не приходили. Вот. И получилось, вот, несколько пустых квартир было захвачено, вот, на нулевом. Обе там две квартиры всего у нас на этаже. И обе они заняты. Афроамериканцы живут, скажем так, чтобы, блин, боишься даже кого-то обидеть. Афроамериканцы. Вернется там в голове наше повседневное разговоре название этой расы, да. И вспоминаешь, как же они называются-то поприличнее. Афроамериканцы. По-моему, в одной двое живут, или в одной два афроамериканцев живут. А во второй, по-моему, араб какой-то с девушкой. Потому что у них драка была, она так орала тут совсем недавно. Он, не знаю, он так вел УПИ, по-моему. Мы уже хотели полицию вызывать, потому что она так визжала. А потом выскочила. Мы вышли на балкон посмотреть, что, чему она выскочила, побежала, и он за ней. Там парень молодой, но вроде как на араба похож. Такой вот, такого плана. Ну, не по одежде, что у него не было, они одеты современно. Брюкер, рубашка, футболка, но такой вид, как бы, не испанец. На втором этаже, вообще история была смешная. Квартира была с хозяином, хозяин ее сдавал. И в какой-то момент те жильцы, которые съехали, то ли они специально это сделали, то ли не специально. Тоже такая история запутанная. Жильцы эти съехали, а на их место подселились другие. И они хозяину не платят, вот уже год живут, за воду не платят, ни за что не платят. Там у него, он уже сказал, бешеные деньги пришли ему за свет, за воду, хозяину квитанции. А они такие, типа, мы ничего не знаем, и все. И выгнать они не могут. Они говорят, нам сдали, типа, что нам сдали другие люди. И мы вас вообще не знаем, кто вы такой. И бумажки, что квартира принадлежит ему, они вообще на них положили. И, в общем, из милиции, бесполезно, милиция приходит, дальше порога, они не имеют права, мы не имеем права зайти, мы не имеем права их выгнать. Даже с хозяином, даже если документы на квартиру на руках, полиция ничего сделать не может. Они сказали, подавайте в суд, только через суд. И вот этот дядечка уже подал в суд, и уже, а вот здесь так долго, судебные все эти разбирательства идут. И, в общем, уже суд идет год, и год они живут, и вообще такие хамы, они похожи не на этих, похожи на испанцев, но такой, даже не на испанцев, даже на европейцев похож. Потому что я его видела один раз, случайно мы как раз выходили, и он заходил. У них собака такая, не знаю, специально-неспециально держит вот эту вот собаку, такой вот этой бойцовой породы, она у них все время на балконе лежит. Вот, чтобы в дом, видно, никого не пускать. Смотрим, что он ходит, занимается спортом, у него там и гири, и эти, он такой накачанный, он такой лысый, но как бы светленький, и такой накачанный дядечка. Потом они, что у них же света нет, им свет, этот хозяин пришел, написал в компанию, чтобы они отключили свет, воду перекрыть они там вроде как не могли, но вроде как свет отключили. Им свет нужен был, они стали врезаться в эти, в наши щитки к нашим квартирам. И получилось так, что он стал то ли пробки выбивать, то ли что-то, и, в общем, сосед наш говорит, их не было дома, они там, сейчас вот они каждый день дома, тоже как бы сперва не знали. Сейчас у них все время кто-нибудь в квартире, а так бы эти пенсионеры, они приезжали там, не знаю, может, раза два месяца, так они жили где-то там у себя у них дом. Вот, и они как раз вечером приезжают, и говорят, у нас света нет, зашли к нам, и говорят, у вас есть? Ну, такие, да, есть. Они стали, пошли, мама была и сын, сын взрослый, лет 30 парню, мы все, ну как, Виталий говорит, пойдемте посмотрим там щиток, все такое, говорит, наверное, опять эти подключились. И они приходят и смотрят действительно к их квартире, брошена там эта проволочка, что-то там, короче, не знаю, как там брошено, не брошено, я в этом не понимаю, но, в общем, они подключились к их квартире. Ребята перелезали, вот встали, кстати, парнишка перелезали, этот провод убрали, и стоят ждут, что же будет дальше, минут через пять, говорит, прибежала толпа, говорит, он сказал, мы живем вдвоем с женой, но, говорит, прибежала, такая толпа огромная, правда, говорит, они как бы особо в разборки не лезли, потому что ребята сразу сказали, что мы сейчас полицию вызовем, и будем уже разбираться по-другому, что это такое, они такие, типа, это не мы, это не мы, не мы, подключались, я не знаю, мы вообще не знаем, что такое. Но, тем не менее, когда у них свет отключился, они сразу же прибежали, ну, там, не через пять минут, но быстрее они прибежали, вот, и, когда один подошел, говорит, Виталий, говорит, тут начал все один, потом второй подходил, придут, уйдут, придут, придут, уйдут, тут такие, знаете, все ходили, так, знаете, выглядывали из-за угла что-то, в общем, они как бы там разобрались, парни сказали, что еще раз такое повторится, будем разбираться уже по-другому. И вот они начинали свет, им отключали, они начинали на одну квартиру, на другую, теперь они, по-моему, подключились, но мы тоже ничего сделать не можем, потому что они толком никто ничего не знает, электрик приходит, водопроводчики приходят, обрезают, и они подключились, по-моему, уже к общему свету, вот, мы же платим за свет все, как бы, сколько нагорает в коридоре, сколько лит энергии берет, ну, как бы приходят на общий на дом и разбрасываются на все квартиры, да? Вот, и они подключились, по-моему, вот, к общему свету, не знаю, каким там образом, в общем, ребята такие ушлые. Потом они затопили этот у нас гараж, потому что у нас так нулевой этаж, да, верхний, и как бы у них вот труба, которая идет под ванной, под ванной что-то у них, видно, она сломана была, потому что хозяин говорит, говорит, у меня, говорит, и так она там протекала раньше, и тут мы заходим, ну, просто вообще лужа по колено была, я вам не знаю, сколько воды вылета было, и мы тоже сжаловались, и вот в гараже постоянно вода, потому что то одни начинают подключаться, обрезаться в трубы, у них там что-то потекет, вот, я вам показывала, пол, да, было, ну, я еще про эту раз покажу вам все эти двери, все, вот, на нулевом этаже сосед говорит, мы только, мы когда вышли, увидели, что видно было, что сыро, и вот, все это протекло в щели, и получились вот такие квадраты мокрые, и сосед, вот, парень сверху сказал, говорит, говорит, вообще, я, говорит, вышел, говорит, еще сам воду, говорит, прямо на улицу, говорит, ее, как бы, швабры убирал, потому что вообще лужа стояла, говорит, я не знаю, что там у них прорвало, что там потекло, говорит, я, говорит, вызвала полицию, полиция приехала, говорит, постучались, говорит, да, там эти афроамериканские открыли дверь, сказали, даже на порог не пустили, сказали, у нас все нормально, у нас ничего нету, это ваши проблемы, мы ничего не знаем, все, полиция сказала, ну, это не такая большая проблема, чтобы там, можно там взять было и увезти в полицию, или там в наручниках, или что-то, все, но, тем не менее, вот, у нас там это все протекло, опять все в гараже стоит, это вода, и когда вот нам сказали об этом, что у нас заселились, я говорю, мы до сих пор не знаем, кто бомжи или не бомжи, я вообще очень расстроилась, я очень переживала, потому что у нас две квартиры были тоже пустые, тогда они еще были не замурованы, были не замурованы, и я каждому шороху прислушивалась, потому что я очень боялась, думаю, если я не слышала, как выбили дверь общую, то я могу и не услышать, как они эти двери откроют и заселятся, мне нафиг нужны соседи, даже на этаже, мне в квартире не нужны такие соседи, а на этаже тем более, потому что они, мы были, было собрание, мы их приглашали, соседи с ними разговаривали, ребята, что, ну вот если так получилось, да, ну вы уже захватили квартиру, ну давайте жить хотя бы дружно и не срать там, где вы живете, не гадить, не надо разбивать плафоны, не надо пить пиво, разливать в лифте и портить кнопки у лифта, они пачкали лифт какими-то, вообще как соплями все было размазано, все стены обиты, давайте дверь, короче, там много что было, и мы говорим, давайте жить хотя бы нормально, давайте соблюдать чистоту и приличие в доме, мало того, что сделали на общую дверь ключи, мы сделали, еще сходили, всем раздали, что вот, ребята, вы, пожалуйста, только не выбивайте больше двери, раз у вас ключей нету, вот мы сделали новый замок, ну вот вам ключи и ходите, пожалуйста, с ключами, но тем не менее, у них, имея ключи, они уже два раза выбивали дверь, уже два раза дверь была сломана, и я, конечно, очень переживала, я к каждому шороху прислушалась, потому что, не дай бог, эти две квартиры у нас займут, и я уже Виталию подбивала, говорю, слушай, Виталий, давай, я не знаю, купим кирпичей, заложим эту квартиру, забьем счетами какими-то на эти квартиры, ну, чтобы не залезли, и меня тут, конечно, бог услышал, или управляющий города услышал, и буквально на следующий день пришли, я смотрю, у нас стали делать вкладку, закладывать вот эти все двери, которые еще не захвачены, которые не захватили беженца, ни бомжи, я не знаю, в общем, сперва где-то они еще так более-менее тихо жили, вот пока, видно, шугались так, теперь вроде они год прожили, они уже понимают, что с ними их выгнать никто ничего не может, они стали уже наглеть. Я как бы взрослый человек, я не особо их боюсь, и, возможно, они это чувствуют, и, но я с ними не встречалась, как бы один на один, и, вот говорю, один раз я увидела этого качка, так, а больше, в общем-то, я и никого не видела, я этих афроамериканцев, по-моему, не видела, как-то пе-пе-пе-пе, мы как-то не попадались они мне на пути, но вот у нас на четвертом этаже живут две девчонки из Панки, ну, с мамой, они уже взрослые, им где-то по 21 году, ну, где-то так вот, 21-22, и девочки вызывали полицию, и они к ним пристают, мы, говорит, заходим, они, говорит, пристают, они ржут, они, говорит, хватают нас, хохочут, они, говорит, мы боимся, они вызвали один раз полицию, полиция приехала, их спросила, говорит, ну, что, покажите нам, кто вас хватал, они показали, все, пришли туда к ним, сказали, вот, те стоят такой наглые, харю, улыбаются, говорит, не, ничего, не знаю, ничего, мы их не трогали, они все на нас вру, мы полицейские сказали, ну, мы, как бы, не можем ничего сделать, что мы можем сделать, звоните, когда, типа, вас уже, там, изнасилуют или убьют, тоже так же, типа, когда уже вам будут причинены какие-то там действия такие, что тогда уже и звоните, мы ничего сделать не можем, и, в общем, девчонки вообще все время, говорит, мы, говорит, ходим, спускаемся, напуганные очень, я говорю уже про воду, про свет, я уже вообще молчу, потому что водопроводчик каждый раз приходит, и уже им труба обрезает, 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 уже все, что можно им обрезал, свет уже все, что можно обрезал, но все равно они как-то находят какие-то лазейки, куда-то подключаются, куда-то врезаются, у нас из-за этого постоянно прорываются трубы, у нас постоянно течет в гараж, идет запах, в лифт зайти вообще невозможно, одно время вообще не знаю, что они с лифтом сделали, что он не работал, что-то было так сломано, но видно было, что что-то сделано специально, потому что он как-то непонятно, мы боялись в нем ездить, что он застрянет, что-то такое с ним было, вот, ну вот пока идет, пока в суд подано, пока идут судебные дела, они живут спокойно, никто ничего их не трогает, никто ничего сделать не может, и вот у нас такие появились соседи, которые мы совершенно не рады. Сейчас пройдусь вам покажу, в каком порядке дом встал, как он выглядит, что замуровано, все такое. Ну, я уже сразу попрощаюсь с вами и вставлю этот кадр, чтобы вы посмотрели, как, что выглядит. Ну, все, на этом с вами прощаюсь, всем пока, всем до скорой встречи. Вот, видите, где зеленое ведро стоит, там нас захватили, живут в чужой квартире, это была не пустая квартира, это была квартира с хозяином, тем не менее, вот захватили и живут. Собаки сегодня не видно, а здесь, видите, квартира здесь пустая, и здесь пустая, там девочки живут, эти две девочки-близняшки-двойняшки. Пойдемте, покажу вам дом. О, где-то цветочки стоят. Это наши соседи живут, а перед ними балкон, он заколочен, забито кирпичом. И вот, по-моему, здесь вот пустая, никто не живет. И, по-моему, вот где стоит велосипед, там тоже, по-моему, квартира захвачена. И вот, видите, подъезд, подъезд между машинами, между машинами как раз, вот, вот, сюда. Подъезд, да, а вот наши окна. И мы не слышали, как дверь ломали. У нас сегодня солнышко, хорошо, тепло. Моя ёлочка любимая. Ну, вот эта дверь замурована. Напротив нашей двери. Я уже тут хотела в костни ложиться, чтобы, не дай бог, кого-то там запустить. Но замуровали, и я даже рада этому. Так, идем дальше по культуре. Вот эта дверь замурована, вот наш этаж. Замуровали. Здесь живут соседи. Пойдемте. Это же у наших окна, и все. Какая красивая. Что у них там я на четвертом этаже не была, но как-то все в лифт. Или вниз. Ну, и не заходя, видите, у нас как-то не заходя на этаж, когда мимо прохожу, я даже не знаю. Ну, сейчас я потихонечку. Вот эта дверь замурована. И вот эта дверь замурована. Значит, на четвертом этаже. Могжи нету. Там две квартиры, четыре квартиры на площадке. И в двух квартирах живут. То есть, девочки. И сосед молодой наш. Значит, чего-то не бомжи нету. На нашем бомжи нету. А здесь мы один раз нажали. На втором. Даже у нас лифт открылся, по-моему. На втором. Боже, там такой запах. Утро вы накорено. Это просто капец какой-то. Потому что сейчас мне даже страшно захотеть. Так, не знаю, Не знаю, вам было видно или нет. Но там на втором этаже. Так она. На втором. Этаже. Три квартиры замурованы. В одной квартире. Она, кажется. На квартире не замурована. Там вот это. Кто-то едет. Так, отойдем на первый этаж. Туда не поймем. На первом. Три квартиры замурованы. 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 Вот в этом же и вот в этой цельной квартире, но на любом этаже. Со второго этажа, не знаю вам было видно или нет, выскочили две девицы, и видите, дверь даже не закрыли, потому что у меня все и у меня нет еще даже ключей. С чемоданами выскочили, короче, ну это не женицы, это люди, которые закрыли, хотели, чтобы дверь закрытили, так ведь закроешь дверь, они же потом ее выглянут, эту дверь, здесь все, по словам, и запах неприятный стоит. Сейчас не стала снимать, но, короче, зашел афроамериканец с ключом, по-моему. Так неудобно снимать, понимаете, еще это самое, в блок дадут свои телефоны наперут, потому что девчонок так сняла вроде с попы, видно-не видно вам будет. Только я дверь закрыла, отошла к лифту и заходит афроамериканец. Короче, дом захвачен оккупантами. Ну, все, я вернулась, конечно, пока ходила, страху, цветочек вам покажу, пока говорю, пока ходила, конечно, страху натерпелась. Ты вообще как-то ходишь по своему дому, как по минному полю. У меня даже, честно, я как-то первый раз за год, я так вот прошла по всему дому, до этого не ходила, у меня прям даже со страху руки запрестились. Вон, стою. Ну, ладненько, все, с вами уже прощаюсь, всем пока, до скорой встречи. Шир, как говорится, живо будем, не попрем.